На мой взгляд, мы никогда не создадим искусственного человека, который бы был как бы равен человеку. Мне всегда кажется, что искусственный человек, так же как и различные помогающие нам приборы готовить, стирать, убирать, он будет направлен в какую-то одну, в какую-то область. Вот один искусственный человек, он будет заниматься, например, какой-то областью науки. Другой искусственный человек будет заниматься какой-то областью искусства. Все равно любой искусственный человек, на ближайшее, скажем так, будущее, работать как прибор. Конечно, какие-то в него внедрят какие-то мыслительные, он сможет думать, он сможет рассуждать. Но охватить человека целиком очень сложно. Мне кажется, это не осознание сознанием, но мне кажется, эмоции. Робот никогда не сможет эмоционально воспринять науку, искусство. А вот когда тебе возникает какая-то эмоция такая вот непонятная, радостная или горькая, или что, вы знаете, прямо вот ты раз, и что-то я открыл. И думаю, Господи, надо же... Но это все, я вам честно скажу, я не знаю, как другие, но мне кажется, это все живет на эмоциях. Вся наука живет на эмоциях. Сознание, ну не знаю, сознание, конечно, находится, наверное, в голове. Но эмоции находятся там, где находится душа. Вот где-то так вот чуть пониже сердца, скажем так, вот в этой области. Не в самом сердце, а где-то вот, ну не знаю, даже в поджелудочной железе, что-то, где-то там, в этой области. Вот я это чувствую вот где-то там. Ой, ну как же я до этого не додумалась, Боже мой. И это не в голове возникает. В голове возникает, как написать статью, я вот это так, 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 так. А потом вдруг что-то раз вот тут, и думаю, Господи, вот же в чем дело-то. Мы можем расшифровать каждую клеточку когда-нибудь там. Мы можем расшифровать весь мозг, но, скажем так, мозг – это только биологическая структура. А то, что происходит в мозгу, это все-таки электрические процессы. Это вот электричество, какие-то там волны. И где в нашем организме собираются вот эти волны, которые возникают от электрических процессов? Вот это большой фокус. Мне кажется. И пока мы в этом не разберемся, а мы в этом еще и скоро разберемся, мы не сумеем построить робота такого, который будет равен человеку. И даже который просто приблизится к человеку. А кто знает, а мы сами, мы не роботы? Мы сами разве не… Может быть, мы тоже роботы? Может быть, нас тоже кто-то создал? Тонкий мир. И насколько сможет робот? Он не сможет по его искусственным нервным цепям, наверное, все-таки трудно очень будет вот эти вот создать волны, о которых я говорю, которые и есть душа. Одно дело, когда это биологическая клетка, а другое дело, когда это какой-нибудь транзистор, резистор, сопротивление, емкость или прочие-прочие вещи технические. Это же там же технические вещи, пусть очень крошечные, очень тоненькие какие-то, но не знаю. Вот если мы сумеем создать биологического робота, то есть в какой-то металлической, ну скажем так грубо, или там пластиковой, или какой-то оболочке мы напичкаем туда биологические какие-то структуры, да, то тогда может быть. Но это очень сложно. Все-таки голова профессора Дуэля долго не живет. Скажем так. Только чтобы была вот это одна единственная этическая норма. Робот не имеет права причинять вред человеку. Вот это будет главной этической нормой. Но где-то найдутся люди, которые захотят ее тоже преодолеть. Понимаете? Поэтому тоже очень сложно, очень сложно. Если человека направляют на человека, да, то все-таки есть какая-то, у человека есть какой-то стоп-крам, когда он не может переступить через что-то. То ли что у него в голове, то ли что-то в душе, он не может переступить. А робот-то как раз уберут эту вот, не вреди человеку, и все, и для него нет преград. Для него человек такой же мусор, как деревья, трава и прочее. А вот это и есть главный вопрос. Поэтому главный вопрос в том, чтобы не создать такого робота. Хотя если мы не создадим такого робота, мы не сможем присутствовать или направлять его куда-то на другие планеты. Потому что человек на другие планеты, к сожалению, полететь не может и в ближайшие годы 10, 20, 100, а может быть и 200 лет. Потому что для того, чтобы полететь на другие планеты и жить там, нужно пройти огромный путь адаптации, который здесь веками, даже не веками, не знаю какими, как эту цифру назвать, миллиардами лет мы шли к тому, чтобы стать такие, как мы. А если мы полетим на другую планету, мы там просто не выживем, мы там не сможем размножаться и так далее, и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, идет как раз в науке направление такое, чтобы можно было создать робота и послать его куда-то. И он там будет работать так же, как бы человек. Он там будет что-то строить, что-то делать, осваивать эту планету, спокойно летать туда-сюда, потому что это для него не сложно. Он весь, скажем так, не биологический. Я смотрю, я смотрю оптимистично, несмотря на свой возраст, но я смотрю оптимистично. Я думаю, что единственный какой минус ожидает человечество здесь, это вот перенаселение, это безумные эти войны, вот это вот единственный минус. А ждать какого-то подвоха от роботов я бы не стала. Потому что если их и создают такими, как мы, то не для того, чтобы они жили на Земле. Мне так кажется. Рано или поздно на Земле все кончится. Кончится все. Нефть, газ. Мы, конечно, перейдем там на какие-то там, не знаю, атомные электростанции и все. Это уже частично мы вводим. Но нам придется осваивать другие планеты для того, чтобы добывать там и привозить сюда. А это смогут только роботы, потому что это нужны, ну скажем так, в скобочках, люди, которые могут много что. Они не будут контактировать с людьми, они будут отдельно. Они будут как приборы, которые у нас стирают, убирают, так и они будут. Это будет прибор, высоко развитый, высоко интеллектуальный прибор, который будет работать на нас. Все-таки робот, робот, будет робот, машина. Мы будем две разные цивилизации, если это когда-нибудь нас. Мне так кажется. Мне как биологу вот мне кажется, что то, что нужно нам, вредно им. То, что нужно им, наверняка вредно нам. Это будет две разные вещи, две разные жизни, скажем так. Мы им будем нужны там по своим каким-то причинам, а они нам будут нужны по своим причинам. Их ни более, ни менее. Возьмем любую биологическую структуру, кто-то главный. Я думаю, что все-таки человек, я думаю, что все-таки человек, потому что много будет зависеть от человека. Много будет зависеть от человека. Хотя бы то, что человек создал робота. Хотя бы то, что человек, скажем так, более обучаемый, чем робот. Сколько бы мы ни создали сетей у робота, все равно он не достигнет того объема нервных клеток, которые лежат у нас в запасе. Потому что тогда его голова будет как это здание. Все равно нам не создать, нам не создать такой стук, вот огромный машинерий мы создадим, который вот прямо вот будет машинерией. А у человека еще очень большой запас всего. К сожалению, у человека есть один минус. Это короткая жизнь. Вот если бы нам лет до 300 жить, вот тогда бы мы и были. У робота, может быть, она будет длиннее, если он не сломается, не окислится, не обольется водой и так далее. То есть ему не нужна жизнь здесь. Он будет нужен нам, и мы будем нужны ему там, где мы не сможем жить. Где нам надо будет миллиарды лет, чтобы адаптироваться к той среде, которой, конечно, человек может адаптироваться. Может, потому что у нас такой организм, который может все.